Вы знаете историю происхождения слова «инфобизнес» и как развивался рынок онлайн-образования в России. Плохая репутация этого слова – это вполне нормальный, закономерный процесс. Давайте проведем аналогию с тем, как развивались рынки и палатки в России. Сейчас, когда мы вспоминаем, как выглядели палатки, уровень обслуживания и уровень продукта в палатках и на рынках на базаре, мы вспоминаем и думаем, блин, какой же это был ужас. Тогда это казалось нормально, потому что все закупались на рынках, торгаши на рынках имели определенные знания, определенные схемы взаимодействия с покупателем. Никто не знал про клиентскую лояльность, про клиентоориентированность, про санэпидемнормы и красоту, и играние музыки, и про как влияет запах и музыка на продажи. Никто раньше об этом не думал. Со временем уровень профессионализма и требований развития общества пришли к тому, что сейчас есть торговые центры, есть бутики, есть мерчендайзер, целые науки о том, как взаимодействовать правильно в торговых площадях, как увеличивать продажи. И сейчас только профессионализм и рулит в том, как завести правильно трафик торговые центры, как разместить товар, как повысить продажи благодаря выкладке, какая музыка должна играть, как должно пахнуть, откуда должен свет светить. Примерно то же самое и происходит сейчас в рынке онлайн образования. Мы переходим из каменного века в торговые центры, в профессионализм. Пока еще есть такой переходный период, когда есть еще и старые мамонты, которые живут, и появляются новые инновационные предприниматели, которые используют новые тренды, новые технологии, которые все анализируют, оцифровывают и очень быстро улучшают. И которые ориентированы на пользу, на результат. А есть те, которые пытаются впарить никому не нужный уже продукт многими обещаниями. И получается, что пока что так рынок, как бы есть люди, которые, покупатели, которые когда-то уже были обожглись, они не особо верят новым предпринимателям, потому что те тоже как-то обещали. Но со временем, со временем, вот я думаю, через там два года максимум, рынок станет совершенно другим, потому что уровень доверия другой, уровень прозрачности другой. Только те, кто выстраивает репутацию, кто выстраивает хороший продукт, кто играет с ожиданиями, не выстраивает неверные ожидания, а все обещания, все, что обещают в маркетинге, доводят до воплощения, и клиент получает искомый желанный результат. Только те и будут дальше развиваться. Только скоро цивильные торговые центры или цивильные курсы, цивильные владельцы, продюсеры, курсов, эксперты, те, кто постоянно улучшаются, постоянно думают, как принести пользу, только те и будут выживать. Тем более те технологии, о которых мы рассказываем, автовебинары, аналитика, все эти там механики увеличения доходимости до вебинаров, они со временем начнут быть доступны широкой аудитории людей. Через два года их уже будут знать все, и это не будет чем-то новым. Появятся новые технологии, о которых мы должны все знать. И постепенно те вот мамонты и те неэтичные поведения и продукты, они просто вымрут, потому что люди начнут распознавать, где хорошо, где плохо, появятся доски с рейтингами. Сейчас даже можно зайти и почитать обратную связь, и потом написать человеку о том, расскажи подробнее. Мы знаем, что многие из вас, когда принимали решение купить наш акселератор, вы писали тем, кто раньше были выпускниками более ранних курсов. Поэтому сейчас все меняется, и только этичные предприниматели будут выживать и будут двигаться вперед. И наша с вами задача, чтобы через два года слово инфобизнес было такое же престижное, как инвестбанкинг пять лет назад в нашей стране. Чтобы те, кто работает в инфобизнесе, имеют бизнес, либо являются наемными сотрудниками, чтобы они гордились тем, что они стояли у истоков этих больших перемен, которые сейчас начинаются. И чтобы те торговые центры и те курсы, которые мы делаем, чтобы их ценили не только мы за тот вклад, который мы сами же делаем, а и наши выпускники, и в целом все граждане страны понимали, что те люди, которые работают в рынке онлайн-образования, стараются и делают, чтобы другие люди приходили из точки А в точку Б, становились более счастливыми, более продуктивными, богатыми и получали искомый результат. Ведь инфобизнес — это продажа информации, и если подумать, то Яндекс — это крупнейшая инфобизнес-компания. Вопрос ее репутации, вопрос того, что она делает настолько комплексно, и такие классные решения, информация там, карта — это тоже информация, это сервисы вокруг того, как сделать за счет информации, за счет данных, жизнь людей проще, интереснее, насыщеннее. Так и мы должны стремиться, чтобы все наши продукты ценились так же, как продукты Яндекса. Или если мы возьмем любой медиахаус, тот же Forbes, РБК, любые классификаторы данных, это тоже образование рынка, это тоже онлайн-образование, это тоже инфобизнес, это порталы все информационные, весь медиабизнес — это тоже онлайн-образование. Вопрос, что это бесплатный фремиум-контент. Но часто, чтобы мы его увидели, платит рекламодатель за наше внимание. И сейчас что происходит? В России рынок рекламной модели медиа, он не оправдался, и многие медиахаусы, они умирают. Рекламная бизнес-модель медиа в России себя не оправдала. Медиа сейчас постепенно умирают порталом информационным, который просто новостные, либо какие-то нишевые, им все сложнее и сложнее привлекать рекламодателей. И с одной стороны это плохо, потому что рынок умирает, а с другой стороны это дает много возможностей нам для создания корпоративных медиа. Когда мы будем писать о наших индустриях, о наших продуктах, давать бесплатную информацию, что делать, как делать, давать частично курсы бесплатные, привлекать внимание аудитории через марафоны бесплатные, и дальше на премиальные продукты, и на продукты, которые ведут непосредственно результаты и дают максимум ценности, заводить клиентов уже на продажу. Поэтому как раз-таки настоящий торговый центр, он может строиться вокруг того, что происходит с торговым центром. Торговый центр ставится в центральной точке, и делается так, чтобы людям было туда удобно приходить. Должны быть рядом метро, логистические цепи, парковки. И если мы сделаем правильные медиа с тем, чтобы новые алгоритмы Яндекса и Гугл, Пандора и Баден-Баден, чтобы они оценивали наш контент как полезный, чтобы пользователи делились этим контентом. Это сейчас тот же Яндекс и Гугл, он не просто ключевики отслеживает, а он отслеживает глубину контента, комплексность контента, поведение читателей, насколько глубоко они прочитали, поделились ли они этим контентом, был ли этот контент сопровожден картинкой, был ли он сопровожден видео. Поэтому если проводить аналог с торговым центром, где потом эти торговые центры сдаются арендаторам, то если мы создадим контентный портал крутой, то на него будут заходить читатели бесплатно, а дальше мы можем ставить лид-магнит и рассказывать более подробно о своем продукте. И таким образом, создавая вот этот торговый центр, мы имеем возможность, не рекламируясь, не платя за рекламу, рассказывать о своем продукте и получать бесплатных потребителей. И за этим есть будущее онлайн-образования в России. Чтобы мы были не просто школой, чтобы мы были медиаплатформой, которая делает и статьи, и видео, и подкасты, освещает комплексно свою нишу, индустрию. Дальше на том, что оно развивает лояльность читателей, читатели верят этому СМИ и верят тому, что она рекомендует. Естественно, если СМИ еще и делает курсы, тренинги, которые ведут до результата, к ним доверено много больше. Вперед, идем дальше. Продолжение следует...